Сейчас самое холодное лето, так заявляют специалисты. Уже зафиксирован температурный минимум днем плюс 15 градусов. Последний раз, по словам синоптиков, такой холод был в 1944 году. А спасаться от него надо. Кто достает теплые вещи, а кто включает газ, чтобы помещение прогрелось. Есть и те, кому холода не страшны. Согреваюсь я, не знаю, достаю одеяло, пью горячий чай. В принципе, дома уж не так сильно холодно, но ощущается, когда на улице плюс 10 и вечером, конечно, попрохладнее дома-то. Дома, а чего от них спасаться? Нормально. Не холодно? Нет, у меня не холодно. У нас кондиционер, мы его включаем на обогрев и все. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время теплее не будет. Столбик термометра будет держаться на отметке плюс 20 градусов. В такую холодную пору от людей стали поступать жалобы депутатам в Государственную Думу. В связи с этим чиновники предложили включать отопление в особенно холодные летние дни. В обращении депутата говорится, цитата, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться, проанализировать возможность ее реализации. Конец цитаты. Однако это пока что всего лишь предложение, и многие люди с ним не согласны. Если, конечно, у нас тарифы были какие-то побожеские, а так, в принципе, давайте строим новые дома с ГВ, разрешайте людям ставить котел. Почему? Они сами могут включить, да и все. Это чисто у Рязани-то практикуется оплата за отопление до 1 мая. Это чисто разводка населения на деньги. Это хорошо, у кого газовое отопление, я согласна. Если нам включат, нам на такие-то деньги выльются, извините меня. А включать у нас может управление города, когда вздумается. И не всегда отключать вовремя, поэтому я против этого однозначно. Конечно же, это не нужно, это лишние траты для населения. Специалисты также отметили, что включать отопление летом сопряжено с определенными рисками. Например, именно летний период выбирают для ремонтов теплотрассы. В этом году их запланировано 10. А что будет в случае, когда при ремонте теплотрассы попросят включить отопление, неизвестно. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.